Процедура прохождения медосмотра лица для выяснения его пригодности в рамках военнослужбы также должна быть в рамках закона. Это вторая вещь, с которой мы сталкивались. С незаконными возможностями привезли человека и сразу без документов, без ничего, сразу отправляют на медкомиссию. А документы подвезете потом. Вы сначала медкомиссию пройдите, если вы нам подойдете, то вы привезете документы, а мы вас не отпустим. То есть принудительная военная комиссия. В случае, если лицо желает воспользоваться конституционным правом вызвать адвоката, у нас у компаний в кластере тоже были такие случаи. Не всегда дают такую возможность. С другой стороны, когда приезжают наши юристы, когда приезжают адвокаты, у меня есть, я могу вам сходу назвать примерно 23 или 24 случая, когда выезжали адвокаты и все 23 или 24 случая завершились тем, что ребят отпускали. Довожу до сотрудников военкоматов, которые занимаются мобилизацией, собственно, только один тезис. Нам не нужна армия, которую они призовут в количестве 300 тысяч, а из них пойдет воевать 50, а остальных мы будем содержать как добропорядочные налогоплательщики. Я все время им это говорю. Они соглашаются, они говорят, что один доброволец с десятерых вот таких вот пойманных стоит, и отдача совершенно другая. Уличное сафари по мобилизации – это харьковское ноу-хау. Я хотел бы, чтобы не повторяться, остановиться на двух вопросах, почему так происходит. Первое. Я не верю министру Авакову, который говорит о том, что я отдал распоряжение, как глава Министерства внутренних дел, не вмешиваться в милиции в, скажем так, уличное сафари. Я уверен, что зная, скажем так, возможности и как менеджера работать Арсена Борисовича, я думаю, Арсен Борисович может действительно вмешаться. Мы публично обращаемся с просьбой вмешаться в эту ситуацию, чтобы милиция занималась непосредственно своим делом. Второе. Большая проблема, на мой взгляд, это информационный аспект проблемы. Но если бы год назад мы хотя бы с вами видели социальные ролики по телевизору, если бы мы с вами видели информационные борды, какая-то другая просветительная информационная кампания о необходимости идти служить в армии, о том, что это престижно, важно, нужно. Если вы видите сейчас, то в Харькове висит все, что угодно, все возрождается, все кроме призыва непосредственно хотя бы против армии. К сожалению, власть действует по старым накатанным схемам, скажем так, советскими методами, сгоняя людей. Я не верю, что то, что сейчас происходит, это происходит по инициативе именно военкома. При этом всем я подчеркиваю, поддерживаю то, что сказал Александр, сказал Татьяна. Мы категорически за выполнение естественного плана мобилизации, мы категорически поддерживаем переход армии на контрактную основу. Мы обращались неоднократно с предложением, в том числе областному военкому, в том числе главе обл. администрации, с предложением, чтобы те ребята, которые уже демобилизировались, чтобы они максимально социально адаптировались, возможно, их также устраивать в военкоматы, показывать людям, которым, публично показывать харьковчанам потребность. Потому что, будем говорить прямо, мы не можем, если мы получим с вами, даже выполним мобилизационный план по Харьковской области, мы получим с большой долей вероятности, не буду называть проценты, немотивированную вату.